И снова здравствуйте! А мы тем временем открываем новую рубрику Обзор урановых минералов И сегодняшним гостем у нас будет пожалуй Самый известный и распространенный минеральчик Лермонтовского месторождения Который носит весьма необычное название Шерекингерит Ну или Шерекингерит, как вам больше нравится Если честно, я сам не знаю, как его правильно произносить Несмотря на его распространенность у нас в регионе Данный минерал является весьма редким И ценным среди некоторых зарубежных коллекционеров И хотя большинство диггеров КМВ Относятся к Шерекингериту как к шахтному мусору В США, допустим, на некоторых торговых площадках Просят за этот ништяк аж 7,5 тысяч рублей Шерекингерит является водным сульфат-карбонатом Натрия, урана и кальция С весьма сложной химической формулой Кристалл имеет ромбическую сингонию Цвет от бледно-желтого до насыщенно-зеленого Как и многие другие урансодержащие минералы Шерекингерит может люминесцировать в ультрафиолетовом свете Сегодня у меня немного другой фонарь У которого длина волны очень близка к 365 нанометров Что очень хорошо для демонстрации эффекта люминесценции Вот так Шерекингерит выглядит в ультрафиолетовом свете Субтитры создавал DimaTorzok Кстати, не все минералы данного типа люминесцируют именно бирюзовым цветом Мы находили также образцы, которые светились и прям ярко-зеленым светом Конкретно этот образец, насколько я помню, был найден в 41-й штольне на горе Бештау Шерекингерит имеет голубоватый бирюзовый люминесценцию Который заметно отличается от ярко-зеленой, как у уранопелита Который вы можете видеть справа О нем, кстати, также планирую снять видео Так, ну со светом уже поиграли Стерна и посмотрим, что у вас по радиации По классике сначала замер только гамма-излучение Крышка закрыта Фон в помещении 21 Расстояние до образца приблизительно 1 см Собственно, как и ожидалось Как и большинство урановых вторичных минералов у нас на КМВ Этот не излучает гамма-излучение Но, естественно, так как это все-таки же урановый минерал Нужно посмотреть, что здесь по альфа и бета-излучению Открываем датчик Замер условный альфа-бета-гамма Точность дозы 926 микрорентген в час Опасно Практически условный 1 мрентген Прибор выключен У некоторых комментаторов возник вопрос Почему же наши минералы не испускают гамма-излучение Ответ на этот вопрос довольно сложный Дело в том, что цепочка распада урана-238 в данных образцах Находится в неверонавесном состоянии Это значит, что ради его злые дочки Которые, собственно, и ответственные за гамма-излучение Еще не успели накопиться Шокингерит довольно молодой минерал И может образовываться всего лишь за несколько лет Все наши красивые зеленые вторички Найдены в зоне окисления Это довольно-таки близко к поверхности Первичные же минералы, самые злые Находятся в зоне цементации Что на 300 метров ниже системы рудника Именно поэтому сейчас к ним доступа нет Также в них находится довольно-таки много радиа Это очень сложная тема, которую мы в этом видео касаться не будем Спасибо за просмотр и до скорых встреч О, привет, что ты тут делаешь?